Уроки мужества в историко-культурном центре в Видном для школьников муниципалитета проходит уже второй год. Одним из организаторов таких духовно-патриотических встреч является Светлана Слешина, сестра милосердия и внучка дважды героя социалистического труда и первого председателя колхоза имени Ленина Ивана Буянова. Уже более 20 лет она помогает военным и срочникам. Служение вот этого года СВО оно одно, оно в госпитале, главном госпитале имени академика Бурденко. Там мы служим нашему воинству, пациентам госпиталя, стараемся их поддержать, оказать духовную, моральную поддержку, подарки благодарные разносим. В этот раз на встречу со старшеклассниками второй и десятой школы Видного вместе со Светланой приехал музыкант. Основатель рок-группы «Если» – волонтер, побывавший во множестве горячих точек Станислав Бартенев. Я в 90-х был и в Чечне, выступал перед солдатами. В 2014 году я был на Донбассе один из самых первых. Первый год назад был в Сирии. Станислав Бартенев рассказал собравшимся, что подчас приходилось выступать и без аппаратуры, и без электричества. Подсвет керосиновой лампы чуть ли не в чистом поле. Но искусство необходимое уместно везде – и в районном доме культуры, и в окопе на передовой. Особенно, если оно говорит о любви к Богу и людям. Я занимаюсь тем, что хочу себя как-то спасти. Если кто-то со мной тоже спасается, это тоже неплохо. А это может касаться и нашей веры, и даже на поле сражения это может происходить. Ребята с одинаковым вниманием слушали как рассказы героев встречи, так и лирические музыкальные композиции. «Научи нас, Господи, возлюбить, проконярско, если надо, то жизнь за него ложить». «Мне очень понравился концерт, он очень душевный, он очень теплый, заряжает такой некоторой созидательной энергией и мотивирует как-то развиваться, делать что-то для Родины». «Очень приятные мелодии, а по поводу текстов очень актуальные темы, которые важно обсуждать вот в данный момент. Все понравилось, очень хорошая атмосфера, еще и с классом». «Привлечение молодежи к доброделанию, чтобы наша молодежь, она проснулась, если она спит, очень не хотелось бы, чтобы она спала и по-прежнему сидела в телефонах, потому что во время Грозное все-таки надо жить по-другому. И вот эту другую жизнь мы им пытаемся показать, где люди не за деньги, не для славы, а ради любви к ближнему». Такие духовно-патриотические встречи со школьниками муниципалитета Историко-культурный центр совместно с волонтерами планируют проводить и в дальнейшем. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.